Три человека скончались в одном доме, но в разных квартирах. Пожилая женщина и двое детей. Наш корреспондент Елизавета Болдырева выехала на место происшествия и узнала все подробности ЧП, а главное причину. Вот он, тот самый дом. Здесь у соседей только и разговоров о вчерашнем ЧП. Погибли 17-летний подросток, 2-летний малыш и 79-летняя бабушка. Жильцы и шокированы, и одновременно не удивлены. Многоэтажки около 60 лет и запах газа здесь не редкость. Там я так поняла, что дымоходы забиты. Дымоход где-то обвалило что-то, и колонка при работе. В общем, газ не пошел куда надо, а пошел в квартиру. Это было вечером. По словам соседей, ребята были дома одни. 17-летний парень присматривал за племянником. Дома родителей не было, и газ якобы пошел именно из этой квартиры. Им же отравилась и пенсионерка, жившая этажом выше. Она ждала и правнуков, и внуков. Она хотела действительно жить. Вот для нее это было. То есть, даже судя по таблеткам, она вот из последних сил у нее в руке была пачка таблеток. Она правда наборолась за свою жизнь до последнего. Просто в тот момент она не поняла, что происходила утечка газа, или ей просто плохо было. Потому что болезней, естественно, как у любого пожилого человека уже на тот момент много было. Но помимо смерти пожилой родственницы на семью обрушилось еще одно ЧП. Уверены, пенсионерку посмертно обокрали. Исчезла семейная реликвия, орден Красной Звезды и деньги. Вот это вот все, что буквально осталось от ее пенсии. 20 тысяч, около 20 получала. То есть, никто не поверил, что осталось буквально рублей 40 мелочи. А у жителей дома тем временем другая беда. Во всем подъезде отключили газ. Так что плиты теперь не работают. Даже воду скипятить не ночи. Когда в квартиры снова начнет поступать газ, не знают. Но в управляющей компании отвечать на этот, да и на любой другой вопрос, отказываются. Здесь комментарии давать не будут. Давать комментарии, а точнее показания, представители управляющей компании будут в Следственном комитете. Ведь дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие смерть». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся оперативные ростные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и происшествий. Теперь следователям предстоит найти виновных. Выяснить, чья же именно эта халатность. Сотрудников управляющей компании или же к этому причастен кто-то другой. Елизавета Болдырева, Борис Абрамов, ОТВ.